Продолжение следует... Как оценивать их результаты в Web of Science, то здесь мы немножко хотели бы фокус сместить, немножко больше рассказать о тех выгодах, которые пользователи в Web of Science получают от самой системы. Может быть, с точки зрения построения презентации имело смысл, наоборот, сначала вот рассказать про это, то есть зачем нужен Web of Science, как с его помощью можно проводить научные исследования управлять ими. А в следующей презентации рассказать то же, что я только что рассказывал, вот уже какие-то более продвинутые такие наукометрические вещи. Опять же, поскольку у нас научная конференция, мы решили, что лучше мы начнем с научного доклада, а сейчас такой чуть более простой, может быть, даже коммерческий, откровенно, как мы согласовывали с организаторами. Значит, с чего хотелось бы начать? Украина сделала совершенно правильный выбор в сторону европейской интеграции, и понятное дело, что наука Украины, она тоже должна каким-то образом интегрироваться в международное исследовательское пространство. Что сейчас? Давайте попробуем разобраться, где сейчас находится относительно мира украинская наука. Вот в том же самом инструменте Insights, про который я сегодня рассказывал, у нас есть еще и такие отчеты по целым государствам, как эти страны публикуются и цитируются в Web of Science. И вот по публикационной активности за последние 10 лет Украина занимает 46-е место в страновом рейтинге, по совокупной цитируемости 49-е, а вот по среднему цитированию одной статьи, к сожалению, только 196-е. То есть видно, что Украина довольно стабильно публикует свои работы, они цитируются, но по всей видимости от того, что цитируются они в менее, так скажем, активно цитирующихся предметных областях. Если мы будем делить цитируемость на количество публикаций, то по этому показателю места в Украине будет, к сожалению, достаточно скромно. 152 – это количество тех самых высоко цитируемых статей, которые были по состоянию на 2014 год в этом самом инструменте. Про высоко цитируемые статьи я вам как раз рассказывал в предыдущей своей лекции. С тех пор хорошие новости, количество высоко цитируемых работ довольно серьезным образом выросло, их уже перевалило за 200. Примерно вот такая вот картина, чтобы понять, какое место Украина занимает в мировой науке. Публикационная активность Украины постепенно, медленно, но верно растет, и мы уверены, что как раз национальная подписка на Web of Science будет способна подстегнуть этот рост, как она, например, сделала в Словакии, не так давно, или в Венгрии. Что мы можем сказать о том, кто будет основными локомотивами роста этого? Но, скорее всего, это будут, естественно, ведущие университеты, ведущие исследовательские институты. Здесь введен уже неплохой рост публикационной активности университета имени Тараса Шевченко и других университетов в том числе. И я рассказывал вам еще, если помните, небольшой экскурс такой, как в предыдущей презентации, про нормализованную степень и цитируемость. То есть, опять же, пять ведущих университетов мы сравнили по этому показателям. Важно, что Web of Science для научных исследований, он, скорее всего, представляет собой такую карту и компас. То есть, с его помощью можно понять, где мы находимся сейчас, причем не просто относительно других стран по публикационной активности, но и в размывке по предметным областям понять, какие предметные области у нас сильные, какие не очень. Понять, куда мы хотим пойти, где мы хотели бы оказаться через пять, через десять лет, и как нам этого добиться. Этого как раз тоже позволяет сделать метрический инструментарий, который мы представляем. Большинство университетов, мы полагаем, что им будет иметь смысл задуматься о такой вещи, как университет мирового класса, и чего нам не хватает для того, чтобы, или что у нас уже хорошо получается, почему мы можем претендовать на звание университета мирового класса. У университета мирового класса, не только на наш взгляд, это мнение довольно большого количества международных экспертов, есть три таких вот основных столпа, на которых держится рейтинг университета мирового класса. Это концентрация талантов, это эффективное управление университетом, и это рациональное использование ресурсов, которыми он обладает. То есть понятно, что ресурсы, они, таковы правила игры, они ограничены по умолчанию. И вопрос в том, как этими ресурсами правильно распоряжаться, и руководству университетов Web of Science как раз замечательным образом помогает эти вещи делать. Давайте посмотрим, что с концентрацией талантов у нас происходит. Во-первых, университету важно понимать, кто из сотрудников университета или исследовательского института самый эффективный, кто действительно эффективно работает. Как мы можем реплицировать эту эффективность работы, скажем, на других сотрудников. Как мы можем интенсифицировать международные совместные исследовательские проекты, более активно интенсировать этот международный исследовательский процесс. Ну и, собственно говоря, сам уровень научных исследований в университете, в котором есть доступ к веб-сайенсу и другим инструментам, он, естественно, тоже повышается объективно за счет того, что у авторов есть понимание, что происходит, что публикуется по их предметной области в мире сейчас, причем не просто весь массив из десятков тысяч работ, которые есть, но самые цитируемые, самые актуальные, самые авторитетные из них. Ну и оформление пристатейной библиографии — это отдельная тема тоже, про которую мы постоянно рассказываем на наших веб-семинарах и на семинарах выездных для подписчиков в веб-сайенс. Бесплатно к веб-сайенс мы прилагаем инструментарий под названием EndNote, который позволяет прямо в интерфейсе веб-сайенс отобрать статьи, на которые я планирую сослаться в своей работе, выбрать формат того издательства, в которое я собираюсь отправить эти статьи, и двумя буквально кликами мыши я получаю пристатейную библиографию, оформленную в том виде, в котором ее принимает то или иное издательство, в зависимости от того, куда я хочу свою статью отправить. То есть это очень сильно экономит нервы и время, и тем более, если мы ее статью не приняли в какой-то высокоимпактовый журнал, я, пытавшись умерить свои аппетиты, хочу отправить ее в более простой журнал, переоформление пристатейной библиографии, опять же, займет у меня не больше, чем минуту, что очень-очень удобно. Поэтому для таких вот вещей это очень полезный инструмент. Опять же, эффективное стратегическое и текущее управление университетом, то есть здесь мы говорим о оценке текущего уровня науки, сильных и слабых сторон университета, выбор основных тенденций, то есть как мы можем, так скажем, разбить наши предметные области, в которых мы работаем, какие самые важные тематики исследования, например, мы в них видим, что сейчас, какие самые горячие темы, наиболее активно публикующиеся и наиболее активно цитирующиеся в мире мы видим, чтобы уточнять, так скажем, нашу научную политику нашего университета. Ну и разработка функциональных стратегий, как с точки зрения науки, так и с точки зрения высшего образования. Ну и, наконец, один из тоже важнейших элементов стратегии университета, ее поддержания, это обеспечение финансовых ресурсов для развития. В общем, финансовые ресурсы, понятное дело, что они могут приходить из разных источников. Это может быть государственное финансирование, которое теперь довольно активно тоже завязано и на научные успехи университета. Это и плата за обучение. Опять же, родители, как правило, когда выбирают, куда отправлять своих детей, они очень часто ориентируются на университетские рейтинги. Это международные гранты, и используя Web of Science, мы можем как видеть, какие фонды финансируют исследования в нашей предметной области, так и делать свою организацию или себя, как исследователя, более видимым для ведущих научных фондов, поскольку очень многие фонды, особенно самые серьезные в мире, такие как National Science Foundation или DFB в Германии, они обязательно смотрят на цитируемость предыдущих работ автора или организаций, которая подает им заявку на финансирование. Это мы поговорили об важности Web of Science для руководства научных организаций, причем его уникальная ценность для самих исследователей. Ну, во-первых, это, собственно, доступ к наиболее релевантной научной информации в мире. Я уже говорил про оформление статейной библиографии именно в том виде, в котором ее принимает то или иное издательство. Это поиск финансирования и, опять же, поиск партнеров для исследований. То есть, проведя поиск Web of Science, мы можем довольно легко сказать, а кто в мире занимается исследованием тем и тем же проблем, которыми занимаюсь я. Могу ли я с кем-то начать переписываться и затеять обсуждение какой-то насущной проблем в моих исследовании? Могу ли я с кем-то устроить, может быть, совместный исследовательский проект? Кто-то, может быть, уже активно ссылается на мои работы, регулярно читает мои работы и уважает меня как исследователя, почему бы мне не вступить с этим человеком в контакт и не обменяться с ним каким-то соображением по поводу наших исследований с ним. Опять же, в Web of Science уже, как и сегодня говорилось, в ядре Web of Science находится 16 журналов из Украины, еще 27 находятся в базе данных Emergence for Citation Index, который тоже является частью Web of Science Core Collection, но все-таки немножко по-другому там учитывается, немножко в более упрощенном виде. И помимо этого, Web of Science очень сильно помогает продвигать бренд ученого, так называемый. То есть у нас один из семинаров, который мы регулярно проводим, это именно бренд ученого, как сделать так, чтобы нас цитировали. То есть здесь важно понимать, что одно дело просто провести исследование, опубликовать работу, и другое дело делать это с оглядкой на то, сколько людей в мире потом смогут прочитать результаты моих исследований. Имеет ли смысл как-то еще из-заображения пиарить свои научные достижения, не только отправляя статьи в публикацию, чтобы с ними ознакомиться как можно большее количество людей в мире, как можно больше людей, до них я донес бы результаты своих исследований. Вот это как раз тоже мы очень активно помогаем делать. Следующая часть, это в чем уникальные ценности Web of Science для издателей. Такая тоже есть. Ну, во-первых, если журнал уже есть в Web of Science, в Core Collection или в Emerging Sources Citation Index, понятно, что в журнал просто приходит больше заявок на опубликование статьи, больше манускриптов от авторов. Естественно, больше становится возможности, если журнал подписной, например, больше подписчиков становится, что ведет к увеличению доходов журнала. Подумайте о том, что в Web of Science глобальное сообщество ученых, которые сейчас пользуются этой системой, это 20 миллионов пользователей. То есть, если журнал индексируется в Web of Science, количество людей, которые можно ознакомиться с статьями журнала, увеличивается на порядок, потом может быть и на два. Особенно, если журнал выходит на английском языке, на международном языке науки. Ну и помимо этого, Web of Science позволяет уточнять и реализовывать стратегию журнала. То есть, опять же, оценка своего текущего положения, оценка того, куда мы хотим прийти в результате, и оценка того, каким образом мы этого можем добиться. Помимо этого, журнал может таким же образом усиливать свою международную коллаборацию, заниматься поиском авторов для того, чтобы опубликовать работу именно в самом журнале. Ну и более того, он может и проводить консультации при желании и для авторов, и для научных организаций о том, как выстраивать публикационную активность, если эта экспертиза уже довольно серьезно поставлена в саморедакции журнала. Ну и последняя часть, которую я хотел бы рассказать, это в чем уникальная ценность Web of Science для библиотекарей и различной администрации руководства университетов. Естественно, в библиотекаре в современном мире давно уже поменялась парадигма. Это не просто человек, который выдает книгу или знает, где посмотреть какой-то источник, например. Это все-таки центр знаний в университете. И очень часто именно на печь библиотекарей ложатся такие вещи, как библиометрия, как советы о том, в каком журнале лучше опубликоваться, международное сотрудничество. Как правило, именно библиотекаря лучше всего разбираются во всяких многометрических показателях, могут дать консультацию об этом. Вопрос в том, как в этом случае организуется взаимодействие между библиотекой и самим сотрудниками. Если это приходит запрос в письменном виде, прошу предоставить мне там тысячу лучших журналов моей тематики из Web of Science, это, конечно, не совсем правильный разговор. Другое дело, когда сотрудник приходит в библиотеку и говорит, я хочу научиться, покажите мне, как. Это совершенно другой уровень общения и совершенно другой уровень обмена информацией. Очень часто на библиотеку же вложится задача по созданию, либо по бэк-выверке профилей организации, для того, чтобы уточнять, так скажем, различные варианты написания названия организации, либо в Web of Science, либо в других базах данных. И также создание, возможно, системы профилей самих сотрудников организации, для того, чтобы уточнять уже их конкретные показатели цитируемости и публикационной активности. Сейчас отдельное веяние в управлении университетами, так называемой крис-системы, то есть системы управления научными исследованиями, которые как раз строятся очень часто на профилях сотрудников и привязки к ним публикации из Web of Science, из Scopus, из Midline, из любой другой базы данных. Ну и, понятно, публикование фондов. То есть, опять же, здесь без Web of Science, без журнала, соответственно, не может, это очень сложно обойтись. То есть, как я говорил в прошлой презентации, и фактор сам по себе изначально был задуман Юджином Карфондом, как такой инструмент для того, чтобы понять, какие журналы там имеют смысл закупать, а какие нет. В заключение хотелось бы рассказать немножко о консорциуме Иверум, для чего он, собственно говоря, создавался, и что получают его участники. В консорцию Иверум входит до 100 ведущих научно-исследовательских институтов и университетов Украины. Вот про его основателей вы здесь написали. Это объединение Ильи Бухар, Национальная библиотека Украины имени Вернадского, Ассоциация Уран и научная библиотека Евгения Косимовича, Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Значит, что вообще, для чего оказался нужен этот консорциум? Ну, во-первых, сам по себе вот проект Торнадо, который как раз мой коллега Алексей Бренко, если я неправильно, по-моему, предложил как раз, поправьте меня, если я не прав. То есть он как раз подразумевает доступ к Web of Science через помощь каких-то международных грантов. В декабре прошлого года мы подписали договор на представление доступа к Web of Science для членов консорциума. То есть как только организация присоединяется к консорциуму, она уже получает тестовый доступ к Web of Science и может начинать легитимно пользоваться системой, и мы можем уже проводить и обучающие семинары, но не просто как нажимать какие-то конкретные кнопочки в Web of Science, но и как конкретно использовать эту систему, о чем я сейчас говорил, уже практически для решения тех или иных задач в университете или в институте. Ну и после подписания договора с веру членам консорциума уже дается постоянный доступ к Web of Science. Что мы еще делаем в рамках работы этого консорциума? Во-первых, это семинар-тренинги по использованию в Web of Science, как веб-семинары, так и выездные семинары на самой площадке того или иного института или университета, по итогам которого выдается сертификат участника семинара. Помимо этого мы будем запускать серию обучающих семинаров для, так скажем, для продвинутых пользователей, которые получают уже не просто сертификат участника семинара, а сертификат тренера полноценного, то есть прошедшего полноценную сертификацию, двухдневная программа обучения, не просто Web of Science, но и каким-то наукометрическим вещам, как раз про которые я в том числе сегодня рассказывал. Ну и помимо этого мы собираемся сделать как минимум два центра компетенции развития научного уровня для членов консорциума на базе библиотеки Вернадского и на базе, если я не ошибаюсь, или БУКР, для как раз того, чтобы эти центры занимались и наукометрией, и оценкой результатов научной деятельности, и какими-то консультациями о развитии научной стратегии и, возможно, научных журналов в том числе. Вот такие вот планы у консорциума. Большое спасибо. Если есть какие-то вопросы, я с удовольствием на них постараюсь ответить. Повторюсь, саму презентацию все-таки делал Олег Себренко, но если я смогу ответить, я обязательно отвечу.